Ну что, продолжим? У меня реплика. Меня зовут Игорь Намаконов, и я являюсь партнером агентства Москреатив Клаб. Мы одни из лидеров в своей степени, стремимся идти впереди остальных. По крайней мере, насколько я знаю, насколько обратную связь я получал от индустрии, от разных аудиторий, то, какой лично я, например, проповедую формат и отношения, он не распространен до сих пор. Надеюсь, что мое выступление, реплика, как раз поможет дополнительно это как-то популяризовать. И можно сказать, что с фондом DownsideUp, наверное, работает в первую очередь не Москреатив Клаб, а работаю я. Потому что DownsideUp перешел в мост вместе со мной из совершенно другой компании, когда я еще работал сам в агентстве IQ Маркетинг. И там я познакомился, собственно, работая в IQ, с Леной Любовиной, которая на тот момент была пиар-директором DownsideUp на одной из конференций. У Лены есть такое удивительное качество. Она умеет выцепить людей, которые вот-вот, вот сейчас вот еще чуть-чуть и готовы будут отдаться фонду для того, чтобы делать что-либо, то, что он умеет очень хорошо. Вот она меня в одно из таких выступлений выцепила. Нужно сказать, что DownsideUp меня очень радует своим подходом вообще на фоне многих фондов, которые я, в принципе, видел за свою карьеру. DownsideUp отличает, знаете, такой вот какой-то особый взгляд, который в результате сформулировал Джон Душинский. Один раз он мастер-класс давал, как раз DownsideUp привозили. Он сказал, что благотворительность и вообще charity должно быть секси. И вот это вот секси, оно прямо вот во всех действиях, да, это не какая-то вот, знаете, такая плотская движня, да, это не энергия из разряда, смотрите, вот какие мы сексуальные женщины. Нет, нет, нет. Речь идет о каком-то чувстве, энергии, желании заразить собою. И вот это вот бисекси DownsideUp, конечно же, удивительным образом впитал, и сейчас они всячески это вокруг себя силят, распространяют. В результате вот они тогда меня в своем бисекси поймали. И нужно сказать, что в процессе взаимоотношений с ними, именно с DownsideUp, я нашел для себя формулу, которая позволяет мне одновременно находиться на территории социально ориентированной компании, быть социально ориентированным человеком, профессиональной точки зрения. А с другой стороны, быть в гармонии, в абсолютной гармонии со своими ощущениями относительно того, действительно ли я максимально отдаю то, что я могу отдать социальной теме. И я сформулировал сегодняшнюю тему, это реплика, презентации не будет. Сегодняшнюю тему так. НКО и агентства как мужчины и женщины. Постараюсь вам максимально доходчиво, насколько вот я могу себе это позволить на сегодняшний момент, объяснить. Значит, давайте сразу определимся с ролями. Кто у нас, значит, мужчина, а кто у нас женщина? НКО – это мужчина. Да. Я тоже, знаете, в какой-то момент задался вопросом, кто, кто, но после того, как я разобрал, я понял, что НКО – это мужчина. Ну и, соответственно, агентство – это женщины. Ну и агентство, понимаете, такое мягкое, такое звучащее агентство. НКО – фонд. Можно, конечно, сказать фонд, но не получается. Фонд, он такой серьезный, фонд, он такой, знаете, как вот я сейчас, женщина, фонд, значит, будучи мужчиной, он такой нацеленный на какие-то целеполагания, такое вот, значит, туда, а женщина, она вот наполняется какой-то креативностью, наполняется теплом, какой-то особой энергией. Итак, давайте теперь по порядку разберемся. Поскольку у меня есть отдельная еще большая тема, связанная с тем, как вообще мужчины и женщины должны между собой взаимодействовать, то у меня прям, знаете, как органично одно на другое легло. Итак, мужчина, точнее, нет, женщина для мужчины, внимание, женщина для мужчины – это зло. Женщина для мужчины – это зло. Но жена для мужчины – это добро. Жена. Почему женщина для мужчины – это зло? Да все очень просто. Потому что женщина будет в мужчине похотливой, в первую очередь, инстинкты. А жена, она занимается тем, что она формирует с ним вместе ячеек. Нужно развивать отношения муж и жена. То есть, говоря о том, что у нас одни выполняют, ну, одни мужчины, другие женщины, нужно определиться с правильными ролями. Как правило, на рынке у нас отношения мужчина и женщина между агентствами и фондами пришли, один разочек встретились и разбежались. И потом еще не звоним друг другу долго, потому что что-то там не устроило. А потом еще раз что-то собрались и по старой памяти на старых дрожжах такие, ну, давай еще разочек, ну, давай. Еще раз сделали, опять что-то не получилось. Такие, ну, отношения не строятся. Поэтому с самого начала вот такой вот формат, он не рабоноспособен. Он не дает полноценного вот раскрытия тех реально возможностей, которые скрыты в отношениях мужа и жены. Муж отвечает за достижения, жена за сохранение. Муж – это цель, жена – это творчество и решение, как я сказал. И теперь пять правил выстраивания этих самых отношений. Возьму. Первое. Искать партнера надо не для разовых отношений или встреч, а для совместной жизни. Что я здесь имею в виду? Фонды должны искать свое агентство. Точно так же, как мужчина ищет женщину. И фонды должны уметь правильно, ну, что называется, сначала заинтересовать собой, впоследствии правильным образом выстроить отношения. Да, флирт какой-то вначале должен быть. Не надо наседать. Не надо всем рассказывать про свои проблемы. Агентствам это десять раз не надо. Вот флирт – вот это то, что надо. Отвлечься от своих ежедневных проблем, почувствовать, как же иногда хорошо бывает поговорить о вечном, о чем-то серьезном, встретиться с красивыми представителями фонда. Флирт. Да, вот такие вот естественные желания изначально. Просто хорошо провести время. А где это можно делать? На профильных мероприятиях. Отсматривая отчеты о проведенных проектах. Читая интервью руководителей в журналах. Дальше социальные сети легко дают доступ к любому человеку. Напишите, предложите встретиться. Любой человек с удовольствием попьет кофе бесплатно. Главное – правильно подойти изначально. Да, не надо никому впаривать свои проблемы. Знакомиться надо с первыми лицами компании. И не стремиться сразу здесь и сейчас получить агентство. Нужно назначить свидание. И сразу понять – это должны быть отношения. Вкладываться сразу в долгосрочное развитие. На первом этапе пока еще нет повода для тесных связей. Можно попробовать назначать встречи многим. Ну, то есть, вы же понимаете, да? Ну, не со всеми может выгореть супружество. Надо же понимать, что по-разному все настроены. Где-то что-то не сошлись. Ну, один раз не тот бант надела, и все. И уже как бы не совсем та, которая мне нужна. И так далее. И понятное дело, что в этом смысле агентство, как с позиции женщины, будет кочевряжиться, будет искать, за что бы зацепиться, чтобы ни в коем случае не реагировать и не идти. Но если постепенно, шаг за шагом выстраивается, то я вас уверяю, что эти отношения в результате сложатся. То есть, таким образом, когда вы в поиске, встречайтесь, пейте кофе, флиртуйте, бла-бла-бла. Создавайте правильную атмосферу вокруг отношений, которые, возможно, состоятся. Но в результате стремитесь выцепить своего одного. Потому что муж и жена, это главное, что должно быть между отношениями, в отношениях фонд и агентство. Второе. Я же сказал, пять слов. Второе. Не давайте повода для ревности. А если к этому есть предпосылки, то будьте открыты. Ну, бывает такое, знаете, вот как-то вот так раз и сложилось, что какое-то левое, ну, как-то вот понравилось. Да? И нужно понимать, что агентство, по сути своей, это очень ревнивые существа. Очень ревнивые. Я знаю не понаслышке, потому что являюсь председателем одной из профильных ассоциаций. Я знаю, насколько, знаете, вот такие вот я определения нашел, чтобы вы понимали сразу суть вот этого агентства, агентского человека. Это такие вот циничные люди, хвостливые, такие порой обидчивые, да? Рисуйте себе картину сразу, понимаете? Это массовая такая аудитория. И часто бывают злопамятные. Поэтому надо заблаговременно, да, понимая все это, ну, то есть вы же понимаете все это, если вы ознакомлены с этим, если вы знаете, значит, вы вооружены. То есть вы, как мужчины, теперь понимаете, что эти отношения могут быть опасными, да, потому что там вот есть такие качества. Агентство очень ревнивое, как я сказал, поэтому если решили сходить налево, то должны иметь для этого уважительную причину. И желательно о ней рассказать, обязательно предупредить об этом агентство. Тогда можно пройти, это тогда полный кровь. У меня были случаи, когда да, он сайдап ходил налево. Мы не ходили. А? Мы не ходили. Ходили, ходили. Да, он сайдап ходил налево, нормально, в общем, справлялись, потому что заранее предупреждают. То есть в этом случае можно, если все заранее, что называется, осведомлены. Дальше. Третье. Погружайтесь в друг друга. Очень важным моментом является обоюдное образование. Это очень важная составляющая отношений. То есть почему вот в эти отношения нужно входить долго и постепенно? Потому что огромное количество нюансов. Нужно довести до автоматизма отношения. Нужно, чтобы на кончиках пальцев, с одной стороны, было понимание проблем, а с другой стороны, было понимание процесса, который выстраивается в агентстве. Часто вот если со стороны агентства посмотреть на запросы от НКО или от фонов, происходит как? Идет запрос без малейшего понимания о том, что вообще нужно сделать, чтобы этот запрос реализовать. История, например, с идеями. Вот мы, агентство, которое создаёт идеи, мы очень много их создаём. Мы их продаём за деньги, за большие деньги. И мы научились это делать. Поэтому мы свои идеи ценим. И у нас длительный производственный цикл создания идеи. Как приходя к нам, фонд Downside Up знает про это, потому что мы проводим с ними периодически образовательные мероприятия. Они сами к нам приходят. Ребята, научитесь нас тому-то и тому-то. Мы говорим, окей, сами не можем, приведём специалиста. Но это постоянный процесс, постоянный обмен знаниями, который позволяет глубину отношений развивать максимально. Чтобы в любой момент, когда появляется рабочая ситуация и запрос, эти отношения не страдали от того, что вы чего-то не договорили. Готовиться нужно к неожиданным ситуациям заранее. Четвёртое. Не жалейте денег на развитие отношений. Что я имею в виду? Это не значит транжирить. То есть вот сейчас у меня мой коллега рассказывал о том, что иногда платят. Должны платить. Это же мужчина. Он должен платить. Другой вопрос. Как часто? Конечно, нужно в отношения вкладываться тем ресурсом, который есть. Но очень важно, чтобы агентство приучалось, точно так же, как и мужчина, тратить деньги. Потому что, когда вы тратите, вы понимаете ценность максимально. Конечно, можно сказать о том, что, ну как же, мы и так понимаем, вы вкладываетесь, мы видим и так далее. Это не то же самое. Это вот вы пришли в магазин, вам подарили платье, или вы купили его за 20 тысяч рублей. Это не то же самое. Ценность разная. И агентства, я считаю, должны приучать фонды тратить. В этом смысле мы с даунсайдап работаем очень много. Мы штормим, вырабатываем стратегии, формируем какие-то креативы, можем сделать практически по себестоимости какие-то продукты. И приучаем их в том числе к тому, что агентство должно тоже зарабатывать. Нужно получать обоюдное удовольствие от этого процесса. Нужно, чтобы эти отношения давали максимальную и глубину, и выгоду. И все на своих местах очень в этом смысле удовольствие получают. И пятое. Ну, помним, да, что это жена и муж. Много детей – это хорошо. Дети в кавычках. Дети – это совместные проекты. Результатом отношений должны быть дети. Должно быть много сгенерированных вами проектов. То есть это не из разряда, вот нам надо, давайте мы с вами теперь что-нибудь сделаем. Вот у нас тут идейка появилась, фонд говорит, да, инициативу проявляет. И агентство такое, ну, нормально, что, конечно, давайте сделаем раз в полгода. Нужно вместе встречаться ради генерации этих идей. Потому что совместные проекты позволяют почувствовать выгоду. Мы лично периодически эту выгоду каким образом получаем? Мы генерируем идеи, и мы приходим и говорим, давайте мы вместе с вами сделаем. У вас всегда право первой ночи, что называется. Вы всегда в первую очередь рассматривались с нами для того, чтобы реализовать какие-либо неожиданные проекты. И только после этого мы можем, например, этот проект кому-нибудь продавать. Искать партнера для длительных отношений, не давать повода для ревности, погружаться в друг друга, не жалеть денег на развитие отношений и как можно больше детей. Мы с Даунсайдак уже 10 лет души друг в друге не чаем, еще детей планируем очень много, и постоянно друг друга питаем и чувствуем от этого удивительную выгоду друг для друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!